середина ноября солнышко светит очень холодно и мы работаем сегодня с интересным велосипедиком здесь у нас замена системы под квадрат с кареткой под квадрат на промах и все это у нас дело под фикс и устанавливаем и каретку на внешних подшипниках и систему на внешних подшипников я буду все это вынимать рассказывать и показывать цепь очень сильной смазки вот много чего прилипает на нее сильно так не смазывайте всегда протирайте иначе брызги летят брызги летят везде на спицы на все 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 и все это потом от видите каких-то волосах итак у нас система шатунов шатуны под обычный съемник такого съемничек сейчас мы закручиваем и выдавливаем обувь что на потом соответственно сначала слева стороны откручиваем чашку потом с правой стороны откручиваем чашку мы проверили линию линию цепи чайной чайной у нас ровный чуть-чуть на пол миллиметра на миллиметр уходит наружу так вот у нас здесь головка на 14 помощью трещотки берем и выжимаем все это дело сначала идет очень туго потом легко выжимается перед снятием шатунов надо обязательно убедиться что здесь нет песка грязи пыли что резьба целая и что съемник сюда хорошо войдет и он резьбу на шатуне не вырвет здесь хорошо здесь у нас вот такие вот винтики с резиновыми пыльниками песка то внутри нет все снимается очень хорошо резьба не повреждается можно воспользоваться таким съемником и головка или ключом чтобы откручивать но это не очень удобно мы изготовили вот такой длинный рычаг то есть эта труба 40 на 25 наверное очень удобно лежит в руке есть отверстие ключ надевается вот таким вот образом на каретку и чтобы ключ не сваливался здесь у нас есть отверстие вкручивается винтик и вот гаечкой поджимать соответственно ключ никогда не вылетает и не развивать шлицы цепи у нас смазка накапала и навал тоже вот песок прилипает то есть если бы это было сухое вам бы был бы скорее всего тоже сухой чистый и внутри у нас тоже очень много густой смазки каретка в.п. это самая недорогая каретка которая только бывает не вижу сколько тут длина вала 110 110 длина вала соответственно здесь мы будем наверное не стоять ни одной чашки проставочной под новую каретку внутри очень много смазки и песочку там вот немножко есть и внутри чашки тоже у нас песок вес старой каретки под квадрат из старых штунов 1 килограмм 25 граммов я уже принес обезжириватель чтобы сейчас промыть все что вот здесь вот внутри у нас и снаружи рамы вес каретки и пустотелой вес каретки с внешней подшипники под пустотелую оси новой системы новая система нас миши пистара air всего 845 грамм то есть почти 200 грамм мы экономим сожалению в комплекте не с каретку нас не идут винтики поэтому воспользуемся старым винтики с резиночками и на такую каретку fsa подходит обычный ключ от hollow touch 2 причем мы тоже продаем обращайтесь у нас нержавейка 4 миллиметра это шире чем стандартные ключи любые то есть лица не сбиваются и цена очень приятная дешевле чем на алике промыли резьбу в коричном стакане продули компрессора все чистенько окоречный стакан шириной на 68 миллиметров каретка вот такая вот мега экса идет у нас тоже под дорожную систему под ширину стакана 70 68 миллиметров расстояние между чашками 67 с половиной миллиметров то есть даже она до конца на вот так вот будет все надо конца не запрессуется с никаких простаточных колец здесь нету в комплекте и мы их ставить тоже не будем в чем все-таки отличие мега от обычной шамонской каретки то что nerv0 резиновый пыльник внутри есть еще один это вот синить и резиновый пыли чтоб грязь не выпадала внутрь подшипников все в час на силиконовую смазку сажаем каретку коричный стакан затем смазкой хорошей синей матюль овской смазываем все ось чтобы она легко за прессовалась в пыльике и чтобы она не окисленность посадочные места чтобы было потом легко вынуть тонким-тонким слоем эту синюю смазку чтобы все посадочные места не окисляли Чтобы ось не окислялась, чтобы сами посадочные места в подшипниках не окислялись Что-то я зря про винты сказал У нас идет самый выжимной левый шатун, а справа же у нас ось пустотелая Так что вообще никаких винтов не нужно Все само собой здесь и вжимается, и выжимается без каких-либо съемников То есть не нужно ни съемники, ничего, нужно только большой ключ под 6 Шестигранник под 8 или под 10 Так, из недостатков Очень длинный винт и посадочное место Винт в этом посадочном месте не болтается, то есть он плотно сидит И приходится винт закручивать, одной рукой держать вот эту штуку Одной рукой держать вот эту штуку, одной рукой держать за шатун Чтобы винт наживить, чтобы шатун не прокручивался Шатун первый раз идет очень плотно, несмотря на то, что посадочные места смазаны Прям вообще такую силу я прикладываю, чтобы его туда запрессовать Конечно, я проверил шлицы, даже открутил, посмотрел, что все нормально садится Сажаю еще раз, он прям очень-очень туго идет Еще раз решил выпрессовать, посмотреть, почему так плотно идет Вот о чем я говорю, то, что крутится шатун совершенно свободно А винта там еще, наверное, сантиметр И как бы не за что держаться, неудобно То есть нужно и шатун центрировать, да, относительно посадочных мест И крутить ключ, и крутить систему То есть не хватает вот здесь вот небольшого люфта под винт Очень плотные посадочные места То есть вот здесь вот везде ось заходит нормально А вот там вот видите, как будто бы она со смещением заходит Очень странно, при том, что все пазы абсолютно одинаковые Центровка стоит правильно Видите, вот там вот на трех шлицах Как будто они шире, чем надо А все остальные шлицы идут хорошо, ровненько Интересно, то есть может быть неправильно Подшлифовали, или может специально это сделано Чтобы туго насаживать шатун, чтобы он не разбалтывался Даже на смазку как-то очень-очень туго идет На эти посадочные места Решил я открутить Можно воспользоваться, например, вот таким вот съемником Открутить вот эту крышечку У нас здесь вот такой вот большой винт стоит, мощный И вот он очень длинный Он, к сожалению, не дает нормально посадить шатун Перед тем, как закручивать Это неудобно Вот настолько резьба уже закрутилась Я так понимаю, здесь фиксатор, поэтому идет тоже туго И давайте смотреть, что у нас с посадочными местами Вон там у нас, видите Аж три заусенца То есть отфрезеровано Не очень качественно И у нас три заусенца Либо это специально сделано, чтобы плотно село С этой стороны В одном вот месте есть небольшой задир Вроде бы Ну вот так вот будет хорошо То есть, видите, вот здесь вот в одном месте задир А нет, ну в принципе на всех На всех видно, что чуть-чуть Чуть-чуть Пазы шире, чем надо А точнее уже Пазы, а шлицы шире И из-за этого Шлицы заходят очень плотно И начинают задирать шатун Может быть это хорошо Но у меня пока сил не хватает Сейчас я эти заусенки сниму Надфилем, наверное Или ножичком остреньким И попробую еще раз насадить Но очень туго идет То есть вот буквально Осталось там миллиметров пять Невозможно насадить Все, снял заусенчики ножичком Сейчас попробую на силиконовую смазку Еще раз все это дело насадить Здесь единственное, что пыль налипает Резиновое колечко главное не потерять Вот это резиновое колечко Оно как бы как пыльник Упорное такое Между штуном и чашкой Так, решил я еще раз проверить Шатун со стороны звезды У нас почти сел Мне кажется там полмиллиметра осталось А здесь у нас, смотрите Еще сколько места свободного И есть ли у нас стружка Да, вот чуть-чуть все равно Кое-где То есть ширина шлицов на валу Больше чем пазы И очень плотно заходит Подрезает стружку Даже несмотря на смазку То есть как бы Либо качество такое Либо надо запрессовывать С таким вот очень сильным усилием Но я уже наверное точно Под сотню ньютон на метр Силу затяжки делаю Не знаю Сейчас дотяну до упора Вроде бы хорошо В общем, чтобы запрессовать Такие шатуны Желательно сначала крышечку снять Потому что с крышечкой Неудобно позиционировать Потом ее прикрутим Так, наконец-то все плотно село То есть пыльник крутится Пыльник поджат Он внутрь подшипника вставлен И крутится вместе с шатуном С той стороны так же То есть крутится легко Без закусываний Надеюсь, что он плотно сел Потому что там, к сожалению, не видно Но у меня Больше просто физически сил не хватает Я уже на ключ Насадил трубу метровую Чтобы подтянуть дальше сильнее Но на шатуну же я трубу не могу надеть Потому что поцарапаю Поэтому со всей силы, какая была Все это запрессовал Крутится хорошо По крайней мере, с этой стороны пыльник сел точно С той стороны, надеюсь, что тоже По крайней мере, видите Вот мы не можем никак проверить Потому что здесь он запрессовывается А с той стороны он как бы впрессовывается в ось И там, может быть, какой-то остается еще полмиллиметра зазор Который мы не видим даже на просвет Может быть, из-за этого какие-то могут возникать люфты Потом в дальнейшем То есть система, к сожалению, не идеальна вот эта На внешних подшипниках То есть нельзя проконтролировать силу затяжки шатунов Все, в принципе, осталось накинуть цепь И велосипед готов Да, давайте вам покажу С той стороны, как это получилось Наша красота Опа, смотрите, какая обалденная система Вообще шикарная Такое очень яркое солнышко Но и самое главное Это я хотел показать Чайлайн Посмотрите, с этой системы Чайлайн вообще идеальный То есть если стоя, он уходил чуть-чуть наружу Где-то на полмиллиметра, на миллиметр С этой системы он садится прям Вообще четенько Цепь идет без изгиба Представляете, да, насколько круто Вот, так что вот такие вот системы Можно было бы ставить Какой хруст идет, да Слишком много смазки Песок прилипает Куль прилипает Такие дорогие велосипеды Можно было бы ставить сразу Вот такие хорошие системы Интересные Аэродинамичные Потому что это не так дорого На самом деле стоит Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому